Как настраивать сервак? Какие особенности управления правами доступа и немножечко поговорим про SQL-инъекции, уже нашумевшие и набившие все москомину. Резервное копирование. Вообще суть бэкапа проста. Мы не хотим потерять данные. Для чего их делают? Бэкапы делают для следующих вещей. Во-первых, на случай аварии, если произошло какое-то ЧП, чтобы была возможность восстановиться. То есть сгорел жесткий диск, заменили жесткий диск, у нас есть резервная копия, мы с резервной копией восстановили базу. Второй момент. Это обновление системы. Мы выкатываем новую версию на боевые сервера. При установке новой версии на боевые сервера хочется не сжигать все мосты, иметь возможность в случае чего откатиться. Потому что случится может всякое. Возможно, всякие неприятные ситуации. В последний момент выяснится, что мы не можем по какой-то причине обновиться. Там какая-то проблема в окружении всплывет, либо что-то еще. Хочется иметь возможность откатиться. Еще один момент бэкапов, ради которых их создают, это возможность посмотреть, а что менялось в базе какого-то предыдущего момента. То есть все ли пользователи остались теми, какими они были, какие новые добавились, у кого появились, какие права, какие характеристики поменялись. То есть провести возможность сравнения этих данных, сравнения баз, такой аудит. И еще одна часть, ради чего нужен бэкап, и это весьма приятная вещь, это тестирование. Допустим, вы разрабатываете систему, пишете, у вас есть своя база данных карманная, она набита каким-то небольшим объемом данных, которые удобны для разработки. И данные там игрушечные. То есть маленький объем, с ней удобно работать, все хорошо, все замечательно. Но вот этот вот игрушечный набор данных, он имеет отношение к реальности весьма-весьма опосредованное. Поэтому возможность взять бэкап боевой базы, развернуть его локально и посмотреть, как будут вести себя запросы и все остальное на данных актуальных, данных с боевых серверов, это очень полезная возможность. Еще один важный момент. Бэкапы нужно не только делать, их еще нужно восстанавливать. Это часто забывают. И в мире MySQL есть очень распространенная ошибка. Делают бэкап, сделали срез базы данных, MySQL dump, выгрузили файл. На выгрузке данных выяснилось внезапно, что идет блокировка всех таблиц по умолчанию. Посмотрели документацию, сказали не блокировать таблицы, сделали dump. И у нас есть вот этот вот SQL файл. Проверили, все хорошо, вроде сделали dump, развернули dump, все шикарно. Запускают решение в бой, оно работает, периодически снимают вот этот вот волшебный dump без остановки. Происходит авария и начинают его восстанавливать. И тут внезапно выясняется, что в таком режиме, если делать dump с MySQL, он снимает данные не в одной транзакции, данные не согласованы, бэкап не восстанавливается. И, в общем-то, ошибка, к сожалению, очень распространенная. Возникает ситуация, что вроде бы данные есть, вроде бы вот он, dump, все хорошо должно быть. Но по факту нужно провести еще кучу шаманских плясок, чтобы его восстановить. Потому что данные там не согласованы, он бесполезен. Примерно та же картина. Когда произошла авария, смотрят на резервную копию, выясняется, что эта резервная копия имеет размер 0 байт по причине того, что давно кончилось место на диске. Но вот так произошло. Никто ее не пытался восстановить, и поэтому место кончилось там полгода назад. Все полгода у нас нулевые резервные копии, ну, вот обнаружили во время аварии. То есть резервные копии их нужно не только делать, их нужно еще и восстанавливать. Еще важный момент. Никогда не храните резервную копию на том же самом диске, что и саму базу данных. Это бывает угрожающе часто. Сделали резервную копию, оставили на том же жестком диске, на том же сервере, в том же дата-центре. Произошла авария, сгорел жесткий диск, затопила часть дата-центра, выгорел компьютер, пожар в дата-центре. И, в общем-то, толку от этой резервной копии 0, потому что она потеряна вместе с основными данными. Резервные копии бывают нескольких видов. Если вы помните, какие бывают виды репликации? Физическая. А еще? Физическая и... Логическая. И логическая. Чем отличаются? Одна непосредственно выполняет команда? Ну, то есть, мы считаем, логи... Логическая выполняет команды, которые... А физическая? Просто данные. А физическая просто передает данные. Та же самая история с бэкапами. Есть логическая резервная копия, которая содержит в себе набор команд, которые необходимы, чтобы восстановить базу данных. В простейшем случае это обычный файл с расширением SQL, который там занимает многие-многие гигабайты данных. Ее просто пускают на вход интерпретатора SQL-команды, он их всасывает, создавая базу заново. И набивая ее либо при помощи инсертов, либо при помощи команд копии. И физическая резервная копия. Физическая резервная копия – это файлы базы данных, как вот они есть. Значит, начнем с логической резервной копии. Какие у нее есть плюсы? Первый плюс – это файлы, которые можно обрабатывать при помощи текстовых редакторов. Ну, насколько можно? Если у вас есть файл на несколько гигабайт, в текстовый редактор его запихнуть несколько проблематично. Но в целом это текстовый файл, с ним можно как-то играться. Его можно парсить, его можно там как-то грепать, заменять в нем какие-то конструкции. Ну, то есть, его можно читать. Они легко устанавливаются. Просто берут сеть команды и выполняются. Сеть, значит, что еще у нас есть? Важная деталь логических резервных копий – их всегда можно выполнить по сети. То есть, вам не нужно иметь физический доступ к машине, на которой нужно снять, либо снять бэкап, либо восстановить бэкап. Вы можете снять резервную копию с одной базы данных. Вы можете снять копию с части базы данных. Вы можете снять копию с одной таблицы. То есть, как хотите, так, собственно говоря, и играетесь. И еще одна важная деталь, которую надо помнить – логическая резервная копия. Она при восстановлении проворачивает весь фарш через мясорубку в обоих направлениях. Сначала, значит, получаем из мяса фарш, потом из фарша обратно курицу. И на этом этапе идет проверка данных. Если у вас в базе данных по какой-то причине данные хранятся в невосстановимом виде, вы об этом узнаете. Это будет не очень приятно, но тем не менее вы об этом узнаете. И важный момент – то, что эти ошибки, они становятся явными. Чем раньше ошибка и повреждение данных будет обнаружено, тем лучше. Естественно, с логическими копиями есть недостатки. Один из недостатков – это нельзя воспользоваться возможностью восстановления на любой момент времени. То есть, point-and-time recovery. Потом, логические копии, они и для генерации, и для восстановления требуют, значит, определенные машинные ресурсы. То есть, они гораздо дороже физических. Это не просто взять файл, скопировать. Тут нужна какая-то мыслительная работа со стороны СУБД. Они требуют, значит, пересоздания индексов и так далее. То есть, этот процесс, он гораздо более неторопливый. В некоторых СУБД возникают весьма курьезные моменты, когда данные после выгрузки в физическую, в логическую копию загрузки обратно меняются. Связано это может быть с чем? Ну, например, в MySQL был подобный момент, связанный с потерей точности для чисел с плавающей запятой. То есть, мы их выгрузили, загрузили, у нас точность немножечко потерялась. Совсем чуть-чуть. Но иногда это бывает фатально. И, ну, собственно говоря, про логические резервные копии, в общем-то, особо и больше ничего не скажут. Получили файл SQL, прочитали файл SQL. Да. Там написано, что некоторые включат логические копии, где он не физический. Да, такое возможно. Почему только нет? Нет, не всегда. У вас есть таблица. В таблице лежат данные. Данные в таблице лежат достаточно компактно. У вас, значит, ну, условно говоря, есть числовое поле какое-то. Числовое поле занимает 4 байта. Если вы возьмете большие инты и попытаетесь их записать, они будут в тексте больше 4 байта. Даты явно будут больше занимать в тексте, чем, соответственно, в таблице. Много вот таких вот столбиков. И вы получаете текстовых данных больше, чем данных в базе. Это с одной стороны. С другой стороны, вы берете эту же таблицу и навешиваете на нее сверху с десяток индексов. Каждый индекс занимает какой-то объем. На размер логической копии это не влияет практически никак. Ну, у вас в логической копии добавится команда create-index. Она, в общем-то, скромненькая по объему. А физически получается такая ситуация, что каждый индекс занимает какое-то место, и у вас размер данных будет больше, чем размер логической копии. То есть тут как повезет. Иногда больше, иногда меньше. Потом еще один важный момент. Логические резервные копии, они могут быть нескольких видов. То есть Postgres, например, их можно записать в трех вариациях. Вариация первая, когда Postgres сохраняет все данные в двоичном формате, который не человекочитаемый. Некоторые его используют. Вариация вторая, когда Postgres сохраняет в текстовом виде, но при этом в специфичном для Postgres синтаксисе, то есть он не делает insert на каждый запрос, на каждую строчку, а использует команду copy. Копия записывает, ну, всасывает в себя данные в формате разделенном табуляции. То есть каждый столбик, вот они разделены на табуляции. Достаточно компактно, она работает очень быстро, и имеет достаточно низкие накладные расходы. И еще один вариант, соответственно, это когда Postgres записывает dump без использования команд копии, делая вот insert, 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 insert. Соответственно, объем каждый раз будет разный. В случае с insert, размер резервной копии может в несколько раз превышать размер физических данных легкую. Значит, физическая резервная копия. Да. А вот по поводу времени, там, получается, это не просто все команды выполняются, по-моему, это выходит там. Как реализуются проблемы со временем? Ведь у нас все, что есть, это логи, точное время, когда команда была. Причем тут логи? Ну, логическая резервная копия. Логическая резервная копия к логам не имеет никакого отношения. Это срез данных на текущем, ну, на момент взятия, резервной копии. То есть он просто берет select звездочка и сохраняет на диск. Начинает транзакцию, делает селекты для каждой таблицы и сохраняет этот файл. Все. Тут алгоритм простой. Соответственно, транзакшн логи в этом деле участвуют, но они глубоко под капотом, их не видно. Значит, и в частности, например, резервную копию, ну, логическую резервную копию, снятую с постгресса, путем некоторого допиливания напильника, можно потом затолкать в другую СУБД, там, в Oracle, в MS SQL, в MySQL, если очень хочется. То есть это, как бы, это просто данные. Там нет никакой завязки на то, как они хранятся на диске. Причем тут время? Я не понимаю, что в данном случае значит время. А при восстановлении время восстановится точно, которое было еще до того, как мы восстанавливались? Ну, от того, что я сегодня восстановил вчерашнюю копию, сегодня вчера не настанет. Вот, я не очень понимаю, что должно восстановиться. Данные будут те же, да, но текущее время оно никак не поменяется. Я не очень понимаю вопросов. То есть машины времени нету. Значит, физическая резервная копия. Физическая резервная копия работает по-другому. Берутся данные, которые хранятся на диске и копируются. Все предельно просто. Значит, в простейшем варианте это выглядит следующим образом. Устанавливаем сервер, копируем всю директорию дата, которая у нас есть. Запускаем сервер. Вот у нас, пожалуйста, физическая резервная копия. Восстановление физической резервной копии, очевидно, является предельно быстрым. То есть оно не нужно никаких телодвижений насчет того, чтобы подумать, а что нам сделать с этой командой, как нам ее интерпретировать. Что мы просто берем и копируем. Полностью упираемся в диск. То есть просто, понятно, надежно. Какие недостатки? Значит, в большинстве случаев данные в логической копии все-таки меньше, чем в физической. То есть иногда логическая меньше, но в большинстве случаев физическая будет больше. Ну, точнее, иногда логическая больше, но в большинстве случаев больше физическая. Это связано с чем? У нас есть место, которое забито под индексы. У нас есть место, которое забито под удаленные записи. То есть если мы добавили миллион записей, потом эти записи удалили, размер данных не поменяется от этого физически. Потом будут переиспользованы освободившиеся пространства, но файлы не уменьшатся. Далее. Если у вас сервер на разных платформах, и упаси Господь, с разным представлением чисел, то перенос физической копии с одной машины на другую может быть невозможен. Физические копии в контексте Postgres нельзя перенести на другую версию Postgres. То есть у вас должна быть та же самая версия. Ну то есть минорные релизы в третьей цифре вполне можно, но, скажем, взять данные с версии 9.5 и положить их на 9.6 нельзя. И физически резервные копии не проверяют целостность данных. То есть у вас вышел из строя SSD, на нем сбоит контроллер, и он делает вид, что данные корректные. Но на самом деле он вам выдает мусор. Вы сделали бэкап, и у вас теперь в бэкапе точно такой же мусор, как и в боевых данных. Вы потом развернули этот бэкап, восстановили из него данные, и у вас получилось, что вроде бы резервная копия есть, но счастья от этого нет. Прецеденты такие бывали. Так, теперь немножко пробежимся по тому, что копировать. Ну то есть чем физическая копия отличается от логической, я надеюсь, понятно. Хорошо. Значит, что копировать? Нужно копировать, помимо самих данных, еще всякие неочевидные вещи. Например, лог транзакций. Лог распределенных транзакций. О них можно забыть, но при восстановлении, если выяснится, что мы хотим восстановить всю систему целиком, они понадобятся. И будет очень неприятно их лишиться. Код, триггеры, установленные модули, расширения, которые подключены, все это надо где-то как-то сохранить и запомнить. То есть если вы будете восстанавливать базу данных, и потом выяснится, что ли восстановление, и вам нужно поставить такое-то, такое-то расширение, не надо судорожно искать, где оно было. Откуда оно взялось, и вообще, что с этим делать. Все должно быть на готове. Особенно это важно в контексте того, что восстановление, как показывает практика, может легко попасть на 4 часа утра, между ночь с пятницы на субботу, когда голова соображает не очень хорошо. То есть процесс восстановления должен быть максимально простым. Лучше заморочиться и сделать более сложный процесс создания резервной копии, чем зато иметь простой процесс восстановления. Потому что все это будет происходить в авральном порядке, и спокойно подумать будет тяжко. Конфигурацию реплики. Конфигурацию реплики не нужно вспоминать в момент восстановления, изобретать все конфиги заново. Это будет даваться очень мучительно и очень неприятно. Все это надо сохранить заранее. Конфигурация сервера, всякий список пользователей, которые используются в этом сервере, вся вот эта важная сопутствующая информация, все крон-таски, которые выполняются, в том числе для резервного копирования, права доступа, кто может заходить на этот сервер, ключи SSH доступа для того, чтобы заходить на SSH и прочее. То есть при восстановлении надо понимать, как это все восстанавливать целиком. Не ограничиться, что вот у меня есть бэкап база данных, и все, будет части. Нет, такого не будет. Будет авария, придется восстанавливать весь сервер целиком. Бэкапом тут не отделаться. Значит, теперь как сделать резервную копию. Самый простой способ сделать резервную копию – это физическая копия. Самый простой и надежный способ создания физической резервной копии выглядит следующим образом. Останавливаем сервер, архивируем все и вся в обычный архив, записываем его куда-нибудь на отдельный жесткий диск, диск вынимаем, кладем в сейв, запускаем сервер, все хорошо. В чем недостаток такого подхода? Как вы думаете? Надо останавливать сервер. Да, это самая большая проблема – сервер надо остановить. Как это можно решить? Один из способов решения проблемы остановки сервера – это делать резервную копию не с боевого сервера. Для чего? Ну, вполне разумный вопрос, с чего тогда ее делать? С реплики. Делается реплика, делается боевой сервер, боевой сервер пишет на реплику, реплику остановили, сделали резервную копию с реплики, реплику запустили. Просто, надежно и работает. А после запуска реплики она какое-то время будет отставать, но догонит. Естественно, перед тем, как делать резервную копию, надо убедиться, что реплика не отстает на два месяца, потому что иначе будет не очень удачная ситуация. Чтобы физический бэкап был немножко поменьше, можно удалить индексы и оставить только строчки, что потом, когда мы будем возвращать бэкап, мы должны создать индекс. Но это очень странная экономия, в такой ситуации лучше делать логический бэкап, чем, собственно говоря, всячески издеваться над физическим. Ну и тут суть в том, чтобы быстро восстановить, быстро запустить. Значит, в том числе можно обойтись еще одним способом. Некоторые операционные системы позволяют сделать снимки файловой системы. Например, какими средствами? Первый способ, самый очевидный, это LLM. Делается LLM.tom, с LLM.tom и делается снэпшот. Снэпшот содержит все данные, которые были на момент создания этого снэпшота. Если потом вернуть данные к состоянию, которое было на этом снэпшоте, то для SUBD это будет выглядеть так, как будто ее запустили после аварийного отключения питания. Аналогичным функционалом обладают некоторые файловые системы, например, BTRFS и ZFS. Важный момент данного подхода в чем? Плюсы. Быстро. Это крайне удобно использовать, если вы делаете обновление системы. То есть вам нужно сделать апдейт, вы делаете снэпшот, обновляетесь, если не получилось, восстанавливаете снэпшот. Минусы. У вас должно быть безоговорочное доверие к тем инструментам, которые вы используете для создания снэпшотов. Лично у меня был неприятный инцидент, когда на обкатке этого процесса выяснилось, что, по-моему, 14-е Ubuntu, при создании снэпшота и запуске постгресса висло намертво. Это было неприятно. Поэтому тут надо перед тем, как рваться в бой и кричать, что мы будем использовать этот метод, как минимум его проверить. Вообще, все, что касается бэкапов, лучше заранее проверить. Значит, ну, прецеденты были. И для СУБД это выглядит как аварийное отключение питания. То есть, если у вас есть много логов транзакций, то СУБД будет их прожевывать на старте, чтобы откатить транзакции, которые были не завершены. Многие СУБД имеют свои средства. Ну, еще один плюс резервного копирования средствами операционной системы заключается в том, что вы можете этим способом пользоваться для любой СУБД. Захотели MySQL, захотели Postgres. Любую. Для СУБД это всегда будет выглядеть как отключение питания. Не более, не менее. Значит, многие СУБД предоставляют свои средства создания физической копии. Как они работают? Работают они предельно простым способом. Начинается СУБД, запоминает идентификатор текущей транзакции. Позицию в логе транзакции, в журнале транзакции. Начинает копировать по файлу все данные, которые лежат непосредственно в файле базы данных. Скопировала. И копирует потом журнал транзакций с момента начала бэкапа до момента завершения бэкапа. Получает вот такую вот конструкцию забавную. Что это дает? Это дает следующее. Несмотря на то, что файлы были скопированы в неконсистентном состоянии, все изменения, которые в них происходили, они отражены в журнале транзакции. Просто вот по принципу работы СУБД. И далее, имея журнал транзакции, они накатываются на полученную резервную копию. То есть она способна восстановиться из данной резервной копии. При этом сохраняется... Внутри бэкапа сохраняется информация о том, какие файлы были, какой журнал транзакции, какие позиции нужны на момент восстановления. В том виде, в каком СУБД способность есть потом. Ручками делать всю эту операцию крайне не рекомендую. Тут 33 места, где можно накосячить. И для этого есть специальные утилиты. В случае с Postgres, эта утилита называется PG-based бэкап. Вот такая вот. У нее есть еще одна интересная особенность. То, что она создает резервную копию не на уровне файлов, а может это делать по сети. Используется ровно тот же механизм, который используется для создания начального состояния реплики. То есть, этот механизм, в частности, используется для создания начального состояния реплики. То есть, получается следующая конструкция. Сначала настраивается репликация. У нас нет слоева, но репликация настраивается. В настройки репликации входит включение режима архивирования транзакшн-логов. Write-ahead-log, как называемый. Команда для архивирования, которая копирует эти логи куда-нибудь, с глаз долой. Значит, запись логов, ее надо поставить в какой-то режим. Например, горячая копия. И формируется максимальное количество получателей этих логов. То есть, максимальное количество слейв-серверов. Оно должно быть максимальное количество слейв-серверов плюс максимальное количество процессов одновременно запущенного резервного копирования. Тогда мы говорим создать бэкап в какую директорию. Дальше пишем реквизиты этого сервера. Хост, юзер и так далее. Он цепляется. Если у него есть права на репликацию, вытягивает по сети данные в соответствующей директории. Есть возможность создавать архив не в виде директора, а в виде торбольчика. его еще можно и зажать до кучи. С одной командой получить вот такой вот архив. Получается физическая резервная копия, с которой можно потом играться. Плюсы. Достаточно быстрая конструкция. Она работает реально быстро. быстрое резервное копирование, простое восстановление. Взяли, скопировали эти данные, все хорошо, молодцы. Можно создавать резервную копию по сети. То есть в некоторых... Если вы создаете средствами операционной системы, то по сети это сделать несколько более проблематично. Минусы. Нельзя снять резервную копию только одной базы данных. В принципе. Только весь сервак, сразу. Целиком. Ну, точнее, весь инстанс Postgres. И нужно иметь права на настроенную репликацию и права на вот эту несчастную репликацию. Это вот физическая копия средствами самого Postgres. Логическое резервное копирование. Ну, команда Pagodump. Pagodump. Указываем имя базы данных, и она порождает на выходе длинный-длинный SQL-файл. Если мы хотим бинарную копию, мы можем сказать, что вот, давай, в DMP. Еще мы можем сказать, что мы хотим создать кучу файликов по одной на каждую сущность. Тогда можем указать директорию. Значит, если мы создали просто SQL-файл, то с ним все понятно. Восстановиться достаточно просто. Берем SQL-ник, восстанавливаем. Если мы же создали его в бинарном виде либо в виде директории, то для восстановления придется воспользоваться командой вида Pagodistore, которая умеет это дело интерпретировать. Так. Значит, плюсы. Опять-таки, логическая резервная копия может создаваться по сети. Причем, это касается любой СМВД. То есть, физическое, там, возможно, разные ограничения. В случае с логической, всегда можно создаваться по сети. Можно создать резервную копию части данных. Одной таблицы, одной базы данных и так далее. Можно восстанавливать резервную копию на другой версии с УБД. То есть, мы можем создать резервную копию, скажем, на 9.0, восстановить ее на 9.6. С физической резервной копией мы такого не можем. И еще один важный момент. Резервная копия логическая больше требует ресурсов самой СМВД. Ну, это очевидно. Нам нужно прожевывать все эти команды повторно. Сначала в одну сторону прокручиваем фарш, потом в другую сторону. Так. В некоторых случаях логическая резервная копия будет без нее не обойтись. Это вот, в частности, когда вы переходите на пытаетесь перейти на другую СУБД. То есть, допустим, вы хотите с Позгарса перенести данные куда-то в другое место. В Майяскую либо еще куда-то. Тогда у вас единственный вариант логическая резервная копия. И, еще раз повторюсь, физическая резервная копия не проверяет целостность данных, логическая проверяет целостность данных. То есть, самый правильный способ убедиться, что у вас данные внутри не побились, это просто создать логический БКП. Самый простой способ. создание по сети как он копирует с сервера данных и куда-то их отпадает? Не понял. Как происходит создание копий по сети? Физической, логической? По сути, это выполнение запроса select звездочка массовая. Подключаемся по сети, выполняем запросы, сохраняем результат. Физически немножко хитрее. Он говорит, что я хочу начать репликацию, дай мне начальные данные. И тот начинает слать проприетарные команды, специфичные для постгресса, узкоспециализированные. И он данные гонит. Но по сути, он читает с диска и в сеть пишет. То есть, и то, и то поддерживает сетевую передачу. Во многих случаях, например, в контексте того же MySQL, чтобы создать физическую зерновую копию, нужно быть на самом сервере. Команда должна выполняться на самом сервере, иметь доступ к файлам. В подкарсе такого нет. Еще один важный момент, когда восстанавливается резервная копия одной базы, должно быть подготовлено окружение для создания этой базы. То есть, если у вас есть создана база данных, на пользователей выданы какие-то права, созданы какие-то экстеншены и так далее, то на момент восстановления у вас должны быть эти пользователи, иначе вы не сможете выдать права, она сам их не создаст. То же самое касается экстеншенов. Частный случай такого вот особенной конструкции, ради которой надо делать бэкапы, это обновление версии. Я уже говорил, что в Postgres нельзя просто взять данные от старой версии, положить на новую версию и запуститься. поэтому есть специальная волшебная команда, которая позволяет сделать конвертацию данных при переходе с одной версии на другую. Их две. Первая это Debian. В Debian есть волшебная команда, которая называется pg-upgrade-кластер. Под кластером подразумевается инстанс на текущем сервере. То есть это не несколько машин, это одна машина. Почему они его называют кластером, я, честно говоря, не очень знаю. Но тем не менее. И указываются версии на какую, с какой и какой конкретно инстанс с UBD обновляется. По умолчанию он называется Mine. В случае, если мы используем не Debian, а что-то другое, не Debian в едином живо, мы можем Windows использовать. Он как бы от Debian достаточно далеко. Можно воспользоваться командой pg-upgrade, которой на вход передаются директории с данными откуда-куда и директории с бинарами опять-таки откуда-куда. И эта команда опять-таки обновляет данные так, чтобы они были совместимы с текущей версией. Ну, с новой версией. Некоторые админы предпочитают этими командами не пользоваться, а обновляться через логическую резервную копию. Так, по бэкапам. Есть вопросы? Кто-нибудь помнит, почему бэкап нельзя заменить репликацией? Повреждение данных. В случае повреждения данных у нас может быть два варианта. Либо репликация остановится, если это логическая репликация, либо мы получим две копии поврежденных данных, в случае если это физическая репликация. Это если они поменялись, побились на уровне собственно непосредственно данных. В случае если у нас какая-то злонамеренная порча данных, там уволенный сотрудник после запоя решил всем отомстить, подкараулил админа, стащил у него пароль, подключился к сети и дропнул все базы. Мы получим одинаково битые данные, как в случае с основным сервером, так и в случае с репликой. Та же самая проблема может быть в случае если вирусня погрызла базы, ну то есть куча проблем, когда данные портятся именно на уровне логики, они репликацией никак не покрываются. То есть вполне возможна ситуация, когда нас спасет только старый бэкап. И еще один момент, еще раз повторюсь, что репликация и резервное копирование вполне могут дополнять друг друга. То есть снятие резервной копии с реплики, а не с боевого сервера, достаточно распространенная практика. Так, теперь немножечко проговорим про конфигурирование. При конфигурации Postgres'а нужно править файлики. Вся конфигурация лежит в файликах. Никакого вам Windows-реестра, старые добрые файлики. Основных файликов три штуки. Это PG-HBA, PG-Indent и Postgres из Conf. Каждый из них отвечает за свою задачу. Значит, PG-HBA отвечает за то, каким образом будут авторизованы пользователи. Кого пущать, кого не пущать. Такой файл у актера. PG-Indent это файл, в котором хранится информация о том, как соотносятся пользователи во внешнем мире с пользователями с UBD. И Postgres. Conf это собственно конфигурационный файл Postgres, в котором хранится вся информация, которая необходима для старта. Что это вообще, какие, значит, настройки в нем и так далее. Все эти файлы существуют на момент установки. Вы установили Postgres, они будут. И важная деталь. Если, например, PG-HBA и PG-Indent обычно целиком и полностью пишутся администратором, то Postgres SQL.conf это такая стена текста, в которой много-много-много-много параметров. И я крайне не рекомендую править эти параметры непосредственно в этом файле. Потому что потом концов не найдешь. Когда ты его смотришь и начинаешь судорожно вспоминать, а что вообще правилось, зачем оно правилось, для чего, почему, где мои правки, где дефолты, шут его знает. Есть правила хорошего тона в этой ситуации воспользоваться волшебной конструкцией, называется Include Deer. через Include, берем Postgres Conf, добавляем туда вот это Include Deer и говорим, что все мои локальные изменения будут жить там. И уже создаем там файлики из серии, я не знаю, Replication.conf и там параметры необходимые для репликации. Memory.conf и параметры используемые для памяти. Потом это сильно экономит нервы на тему того, чтобы выяснить, какие параметры непосредственно задавались при установке данной версии Postgres. Очень хорошее правило. Да, последний параметр выигрывает. Если один и тот же параметр в конфигурационном файле объявлен несколько раз, последний выигрывает. Какой второй? А мы про него чуть попозже поговорим. Ну, то есть это вот как бы общая канва. Значит, какие параметры параметров у Postgres и тьма тьмущая если вы их начнете менять, крайне рекомендую просто ознакомиться с документацией. Есть основные параметры, которые менять нужно почти всегда. Собственно, мы про них сейчас и поговорим. То есть в дебры лезть не будем, поговорим про основные. Значит, если вы помните, что такое durability? Устойчивость. Что значит данное конкретное свойство оси транзакции? Транзакция подтвердилась, то уже отказ оборудования не окажет. Да. Если транзакция подтвердилась, все хорошо, все замечательно, данные не пропадут. Мы можем обесточить компьютер, у нас все будет хорошо и замечательно. Если вы помните, то для обеспечения этого durability надо данные сбрасывать на диск сброс данных на диск это достаточно дорогая операция и во многих случаях приложение, логика приложения допускает возможность потери небольшого объема данных. Например, в контексте лодов мы допускали, что потери транзакции за последние 2 секунды нас устраивает. Ну, это в принципе вполне себе допустимо в некоторых случаях. значит, что можно сделать? Можно сказать с УБД я не хочу вот полноценной полноценной сохранности данных меня устроит вот этого допущения. Последние 2 секунды и все хорошо. Значит, что в этой ситуации делается? Мы говорим, что мы хотим и синхронный коммит. Здесь написано синхронный, ну, по умолчанию значение он. Выставляем значение в офф. В этой ситуации значение будут записаны в блок транзакции, но в случае потери значит сброса буферов не будет принудительного перед коммитом и в случае потери питания мы можем какой-то очень небольшой промежуток потерять. Чтобы знать какой интервал мы вообще потеряем чтобы как-то это контролировать небольшой промежуток это сколько? Секунду? 2 секунды? 50 секунд? Час? Сколько это? Значит есть тайм-аут который говорит о том насколько можно допускается отложить запись транзакшен-логов на диск. Тайм-аут этот называется Valbriter Delay то есть вполне по умолчанию он стоит как раз 200 миллисекунд синхронный включен значение по умолчанию для данного параметра это будет 200 миллисекунд то есть собственно время флаша плюс 200 миллисекунд в данном случае это будет время за которое будет потеряна информация в случае аварийного отказа сервера включение точнее выключение синхронного коммита на практике кардинально увеличивает производительность в случае последовательных транзакций просто в разы значит у данного параметра есть несколько разных опций значит он это мы ждем подтверждения дисковой подсистемы что данные записались off мы не ждем подтверждения о том что данные записались есть еще интересные параметры а именно remote apply remote write они говорят о том что например remote apply ничего не ждет пока она записана но если реплика сказала что она эти данные получила то мы считаем что данные уже никуда не денутся никуда не исчезнут remote write мы ждем чтобы оно было записано и локально было записано на реплику реплика подтвердила запись все хорошо то есть не получение а именно запись локал мы ждем локальной записи он и реплика и мы должны записать данные понятная идея при помощи данного параметра можно кардинально ускорить запись выполнение запросов на запись особенно последовательных так вопрос есть пока или нет зачем оно нужно ну ладно поехали дальше контрольные суммы как было сказано жизнь полна сложности и иногда возникают неприятные ситуации когда дисковая подсистема начинает врать и при чтении данных выдает не те данные которые ожидается то есть мы записали одно а читаем там уже что-то другое особенно на эту тему грешат разного рода SSD то есть с жесткими дисками это встречается крайне редко SSD это периодически возникает что происходит в такой ситуации в такой ситуации мы получаем испорченные данные причем они испорчены втихую если у нас физическая репликация мы получаем втихую испорченные данные на более чем одном сервере ситуация крайне неприятная чтобы данные не портились втихую на этапе установки постгресса можно сказать что мы хотим включить контроль целостности этих данных тогда будут писаться не только данные но и контрольная сумма этих данных они по крайней мере не будут так вот портиться внезапно к сожалению данная опция может быть выставлена только на этапе создания BDA то есть даже не создание вот именно пользовательской базы создания BDA именно постгресса установки постгресса хорошая новость в том что есть рассылка в которой пытаются протолкнуть этот параметр по умолчанию то есть лучше чуть-чуть заплатить производительностью зато спать спокойно это вот такая неприятная вещь про которую надо знать далее память то есть первая часть это о которой мы поговорили это последовательная запись ускорения вторая часть это контрольные суммы чтобы в один прекрасный момент не обнаружить что в базе данных в общем-то фарш и еще очень важный момент который всегда надо тюнить это настройки оперативной памяти в чем суть проблемы когда база умещается в оперативную память целиком и полностью она работает быстро чем больше умещается в оперативную память тем лучше проблема с УБД заключается в том что для того чтобы знать в каком порядке как вообще выполнять запрос нужно примерно понимать сколько у нас данных лежит в кэше и нужно всячески ну и нужно знать сколько мы можем запользовать оперативной памяти то есть может быть сервер выделен монопольно под СУБД мы можем выделить всю оперативную память которая у нас есть возможно другая ситуация что СУБД тут так для тестов стоит вот их вообще там пяток и соответственно можно выделить там не больше 10% памяти определить какие вот допуски для конкретного инстанса СУБД само не может ему надо об этом явно сказать это значит первая часть то есть надо определиться а сколько вообще памяти может СУБД расходовать под свои нужды на данном конкретном оборудовании вторая проблема часть операции например сортировка хэш-джойном она имеет лимиты на конкретную использует оперативную память именно в процессе выполнения этой операции то есть чем у нас больше одновременных подключений чем у нас больше чем у нас сложнее запросы тем больше одновременно выполняется там хэш-джойн и в этой ситуации в постгресс можно задать все лимиты но большинство лимитов оно задается либо на весь сервер целиком либо на конкретную операцию то есть что получается мы выяснили сколько значит постгресс может съесть всего потом мы должны примерно прикинуть сколько подключений будет обрабатывать этот сервер в штуках примерно предположить сложность запросов и грубо говоря прикинуть сколько у нас будет хэш-джойнов и дальше уже исходя из этого ограничивать лимиты на каждую операцию хэш-джойна суммарно и следующий момент это надо определиться сколько все остальное ну то есть надо учитывать что сервер в общем-то на нем кроме постгресса есть еще какие-то программы либо операционная система либо что-то еще может ваше приложение крутится и надо учитывать так чтобы этому приложению памяти тоже хватило если сервер залез в своп то все пропало начинается лютая деградация производительности и обычно заканчивается тем что просто перезагружает то есть своп это смерть надо рассчитать оперативу так чтобы с одной стороны выделить как можно больше оператив но с другой стороны еще и в своп не залезть у Postgres весьма специфичный способ организации кэшей он часть данных держит в своих общих буферах которые он использует для координации между процессами но в основном он полагается на кэш операционной системы если вы выполняли команду топ в линуксе то вы могли заметить что количество оператива которое помечено как free обычно примерно равно нулю никогда не обращали на это внимание просто берете любую линукс машину например домашнюю набираете там топ и видите что занято столько оператива там кэш столько это столько то free ну там мегабайт вот и возникает вопрос а куда она так расходуется то кто ее съел выясняет и собственно съедается она обычно под дисковые кэши то есть в линукс вся свободная оператива идет под дисковые кэши то есть это такой вот запас она условно свободна ее можно в любой момент эти кэши выкинуть и отдать под что-то более полезное но пока она есть используется именно как дисковые кэши и под располагается на то что система кэширует файлы собственно говоря размер вот этих вот кэшей которые есть в операционной системе которые операционная система условно говоря может отдать под один запрос такая вот абстрактная величина это параметр эффектив кэш сайз его надо примерно угадать при настройке постгресса вот значит параметр шарит буферс это объем памяти который использует постгресс именно для работы между процессами его внутренней кэши которые используют для разных своих внутренних целей и обычно их выставляют где-то в районе от 25 до 40 процентов оператива больше использовать больше их выставлять смысла не имеет потому что помимо шарит буферов он считает что операционная система кэширует данные шарит буфер используется для каких-то совсем краткосрочных кэшей для хранения грязных страниц и прочего 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 то есть там есть под что забить эту оперативу и обычно имеет смысл выставить ее где-то в 25-40 процентов больше 40 смысла нет эффектив кэш сайз это объем памяти которая условно говоря операционная система выделяет под дисковый кэш то есть если выполнить топ это примерно то что указано в поле кэш поделенное на что-то потому что все расчеты ведутся исходя из одного запроса на один запрос но в целом оно примерно похоже особенно если учесть что в большинстве случаев запросы используют примерно они и те же данные то есть объем базы он объем базы и объем реально используемых данных в базе данных он может заметно отличаться далее workmem workmem это объем который будет использоваться для хэш-джойнов в рамках одного соединения в запросе то есть если у вас в запросе 4 джойна то workmem будет использоваться 4 раза maintenance workmem это параметры которые объем памяти который используется для операции создания индекса и вакуума то есть такие верхние верхние границы для вот этих операций чтобы не было такого что вы сказали create индекс он взял и всю память съел его ограничивают вот этот газ maintenance workmem так по данным параметрам должны быть вопросы не бывает такого чтобы они были понятны сразу вы сказали угадать да это в прямом смысле угадать да нет ну как сказать гадание на кофейной гуще это не наш метод надо гадать на каких-то более адекватных инструментах значит ну хотя бы карты таро вот значит еще раз повторюсь шарит буфера это буфер который используется для внутренних кэшей для грязных страниц и так далее тут примерно диапазон который можно выставить это вот рекомендуется выставлять вот именно производителям пользоваться от 25 до 40 процентов оператива общий сейчас сейчас вернусь вернусь сейчас к этому параметру потом определяем количество коннектов которые данные которые будут выполнять на базе запросы какое-то число предположили его его уже надо угадывать то есть но основываться на нем берется сложность запроса который будет выполняться тоже прикидывается в уме и прикидывается количество джойнов которые в этом запросе будут использовать хэшджойн в большинстве случаев их не должно быть много ну то есть хэшджойнов джойнов на запрос не должно быть много это либо это база данных которые перелопачивают сложные запросы и тогда там будет мало мало коннектов но сложные запросы либо это простая простые запросы но много коннектов то есть обычно как-то так в любом случае эти цифры надо прикинуть их помножаем на wordmem и получаем объем памяти которая будет использоваться под коннекты под текущую работу maintenance wordmem берется какой-нибудь такой чтобы что не жалко условно говоря на создание индексов добавляем его к полученной цифре ну я верю что в нормальной СУБД каждый не создает индексы создание индекса достаточно редкая операция поэтому в maintenance wordmem можно не жадничать и того получилась какая-то величина эта величина добавляем размер шарит буфер кэшей мы получим сколько памяти будет использоваться непосредственно подгласом хорошо в мегабайтах нет килограмм килограммы это из другой максимум в секундах вот значит получили размер сколько всего подглас будет запользовать значит потом прикидываем сколько будет использовать приложение которые живут на той же машине это тоже как бы у нас получается какой-то оставшийся объем вот этот оставшийся объем примерно будет соответствовать эффект эффектив кэш-сайз вот как-то вот так тут много мест где можно проэкспериментировать как бы опять-таки workmem он не является константой его можно гонять туда-сюда шарит буфер шарит буфер можно подгонять единственный вариант это берется с УБД выставляется сначала так вот на глазок и дальше запускается нагрузка либо синтетическая либо реальная на первом этапе лучше синтетическую и дальше гоняется с замерами стало хуже лучше потому что изменение любого из этих параметров может поменять ситуацию причем как в одну так и в другую сторону то есть опять-таки кэш-сайз это практически то что можно дополнительно отъесть свободной памяти да это сколько данных операционная система может держать в дисковом кэше для постгаса не более чем столько будет память выделена на любой джойн да если памяти не хватает а джойн сделать хочется то постгас будет использовать жесткий диск ну то есть такой вот внутренний аналог свопа ну то есть не в своп полезет своп это все это катастрофа когда у нас берется жесткий диск читается жесткого диска данные кладутся в своп для того чтобы не читать жесткого диска ну это как-то совсем странно получается с производительностью начинается очень грустная конструкция вот когда у вас сервер залезет в своп он умрет то есть вы заметите то что что именно залезет сервер или своп да легко вот поверьте мне с этим никаких проблем нет загнать сервер в своп это легко это просто но из дурацких примеров в некоторых случаях например у операционной системы директория TMP лежит в памяти уберете уберете это в TMP запихиваете очень большой файл и у вас начинаются проблемы вот может быть запущена какая-то хитрая программа там условно говоря вы взяли и запустили пять программ на джаве ни одной из них не указали XMX и каждая по дефолту получила 25% оперативы вот в результате как-то вроде бы ну да запустили пять небольших программах и все туши свет ну загнать сервер в своп это не проблема поверьте мне я это делаю регулярно значит ну поехали важный момент если вы помните с предыдущего слайда если вы все еще помните сетевые подключения они не бесплатные то есть WorkMem потом Postgres в отличие от того же MySQL он создает по одному подключению на ну по одному процессу на подключение и сетевой коннект он получается не бесплатный количество подключений которое может выдержать Postgres оно там несколько сотен значит если вы хотите они отъедают оперативу их нужно количество ограничивать в результате значит чтобы хорошо работать с Postgres по сети во-первых нужно сказать ему чтобы он по сети работал чтобы он слушал сетевой интерфейс по умолчанию он слушает только localhost а во-вторых желательно как-то ограничить аппетиты приложений которые висят которые висят которые висят снаружи и если вы и вы например выставить какой-то лимит Max Connections ну чтобы опять-таки не пришло 10 тысяч коннектов сервер не залез в своп и не умер там в муках с тестовыми серверами с тестовыми серверами иногда возникают неприятные особенности например у вас есть какой-то сервер в котором содержатся тестовые данные все с ним хорошо он работает все замечательно у вас есть какие-то юнит-тесты которые регулярно гоняются на билд-ферме подключаются к этому тестовому серверу выполняет кучу полезных данных и внезапно в программное обеспечение произошло прокралась ошибка и какое-то приложение из множества которые используют вот этот вот этот конкретный данный экземпляр с УБД не закрывает Connected к базе то есть оно выполняет юнит-теста не закрывает Connected к базе и вы получаете достаточно веселую картину у вас волшебный билд-ферма значит билд-ферма система Continuous Integration все тесты начинают краснеть вообще все почему потому что они пытаются подключиться к базе а базе подключиться нельзя все Connected выяли кто-то выкушал они начинают отваливаться краснеть падать и у вас допустим одновременно запущено 30 тасков все эти 30 тасков работают все эти 30 тасков красные а кто виноват непонятно вы можете что сделать в такой ситуации вы можете сказать ну хорошо мы пойдем зайдем на сервер СУБД по сети выполним там Netstat посмотрим значит какие Connected у нас открыты найдем значит машину от которой этих Connected больше всего зайдем на эту машину посмотрим значит что там в данный момент выполняется ага нашли виновника дальше его можно как-то наказать и соответственно все эти таски которые провалились в данный момент все эти проверки запустим заново чтобы убедиться что у нас вообще-то все хорошо а виновника его надо либо выключить либо как-то оперативно чинить в общем какая-то нездоровая ситуация и тут возникает вполне резонный вопрос а можно как-нибудь сделать так чтобы при появлении вот такого вот злодея страдал только этот злодей то есть ограничить например количество подключений к СУБД на IP адрес самый простой способ в Postgres штатно сделать этого нельзя но есть решение можно воспользоваться IP tables суть сводится к следующему добавляется правило в линуксовом фаерволе которое гласит что с одной IP мы значит будем принимать не более 15 человек 15 коннектов одновременно если будет коннектов больше то отшибать отшибать причем отшибать там можно по-разному в данном случае мы будем отшибать с формулировкой нельзя если воспользоваться таким кульбитом то в выше обозначенной ситуации произойдет следующее 30 тестов будут работать они будут использовать свои коннекты которые у них есть и тот несчастный который не закрывает сетевое подключение он будет весь из себя красный ему будет стыдно всем будет видно что значит этот сервер что именно именно данный тест как бы сбоит и будет сэкономлена куча времени нервов на попытке найти виновного то есть виновный вот он плюс не будет вот этих вот ложных срабатываний когда из-за одного негодяя значит вся работа встала вот это достаточно полезная полезная особенность которая в общем-то к сожалению делается сторонними средствами так ну поехали дальше еще одна интересная особенность которая относится к конфигурированию это табличные пространства суть в следующем у вас много 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 данных вы хотите с этими данными работать быстро приходите к руководству и говорите что у нас тут ну допустим 10 терабайт данных 10 терабайт данных 2 реплики еще лучше 3 реплики 3 реплики на каждой по 10 терабайт мы получаем 30 терабайт и говорим на сиальника мы хотим 30 терабайт SSD не ну мы бы хотели 30 гигабайт оператива но тут есть технические ограничения я это еще надо найти такую такой хост ну такую железку в которой их можно затолкать с ssd несколько проще ну то есть ssd на терабайт она вполне себе продается ее можно купить ssd на ssd на 30 терабайт тоже продается да она стоит как крыло от боинга но но тем не менее можно пойти купить не проблема были бы деньги есть 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 не нулевая вероятность что в такой ситуации начальника скажет не денег не дам крутись как хочешь денег не дам а вот есть достаточно простой способ выхода из этой ситуации в большинстве случаев грабить банк не наш метод в большинстве случаев не все данные одинаково полезны не ко всем данным нужна одинаковая скорость доступа у нас могут быть какие-то данные которые меняются крайне редко в которые мы крайне редко залазим часть данных меняется гораздо чаще и часто можно выделить данные которые нам нужны больше вы данные которые нам нужны меньше и данные которые нам нужны чаще положить на ssd данные которые нам нужны реже оставить на жестком диске в результате у нас получается несколько другая ситуация по дисковому пространству грубо говоря мы ставим несколько жестких дисков суммарно терабайт на 20 на каждую машину и терабайта по 2 на ssd ценник получается несколько иной хотя цель достигнута вот способ жонглирования данными в случае вот когда мы хотим значит ну суббд предоставляет способ задать какие данные где у нас должны быть что мы хотим на ssd что мы хотим на hdd и что мы вообще куда хотим называется это пространство табличное пространство table space мы можем создать несколько разных table space то есть в случае с пользоваться всегда есть как минимум один table space default мы можем создать еще какой-то набор table space и при создании таблицы указать что данная таблица у нас будет лежать там то и все можем указать table space персонально для индекса то есть таблица у нас лежит на жестком диске индекс у нас лежат на ssd ну к примеру то есть можно играться с вот этими вот table space и наиболее остро необходимые данные перенести на более быстрый носитель особенно это может быть полезно в контексте партиционирования когда у нас логически одна таблица грубо говоря последние данные самые свежие лежат на жестком ну на ssd а данные там за предыдущие за предыдущие там годы несколько лет лежат на жестком диске и в общем-то мало кому интересно да на каком обычно в ситуации когда заканчивается место на жестком диске мы получаем очень неприятную картину у нас постгресс не может писать либо лог транзакции либо сами таблицы и он начинает ждать пока место освободится ждать можно долго в результате в результате возникает ситуация что запросы на чтение обрабатываются то есть данные мы можем читать запросы на запись благополучно ждут пока освободится пространство на жестком диске если установлены какие-то тайм-ауты то она будет периодически отшибать по этим тайм-аутам и в общем то есть неприятная картина обычно когда возникает подобная ситуация быстро находят админа и он исправляет данную ситуацию значит пока с ним никто не расправился ну за свободным пространством надо следить если у нас он дефолтный стоит то мы можем второе создаем данные данные распределяться нет можно если на одном закончится место если на одном закончится место то в общем то все грустно нам нужно мы можем создать новый тейблспейс и перенести часть данных в этот тейблспейс либо создавать новые данные на этом тейблспейсе но в любом случае мы вручную жонглируем тем как какие данные у нас где будут можно объединять диски на более на другом уровне то есть тейблспейс это грубо говоря директория на жестком диске директория в файловой системе вот это будет более правильно в случае если у нас несколько ссд и мы хотим видеть их как один мы можем воспользоваться например такой вещью как лом когда у нас несколько физических ссд объединены в один логический том если один из них тут нюансы тут возможно нюансы сейчас значит значит лом первый момент и насколько мне да и подобным же функционалом обладает btrfs можно сказать что у нас есть файловая система и вот у нее физически несколько устройств zfs кажется тоже позволяет это делать но я не уверен я не игрался с ней так вот основательно вот btrfs точно умеет ну btrfs свои проблемы вот обычно для таких вещей используют lvrm когда у нас есть логический том который выглядит как один большой жесткий диск если мы хотим добавить пространство мы втыкаем еще один ssd добавляем его к логическому тому у нас получается что пространство доступное на lvm lvm logical volume больше то есть логический том который содержит bd он маленький остается то есть сейчас это лучше рисовать и так чтобы ssd1 ssd2 ну и вот допустим у нас здесь ssd3 который потом появится вот мы создаем эту штуку ssd1 у него будет партиция ssd 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 physical volume и вовремя можно объединить в волюм групп волюм групп волюм группу волюм группе выдается какое-то имя например какое имя ему дать ну есть хорошее имя full дев по-моему она будет лежать в дев мэпер full или просто дев не суть у вас будет волюм группа это волюм группа будет выглядеть как блочные устройства фу лежащих дев мэпер фу на котором свободно 800 гигабайт вы можете сказать эту волюм группу разрезать на логические тома лоджика уволим называется вы можете сказать допустим у вас лоджика уволим будет слов и вы дадите ему от щедро душевных 2 гигабайт и лоджика уволим допустим db и вы дадите ему от щедро душевных все остальное сколько у нас там остается то семьсот девяносто восемь дигов никого не обманул вот вы нарезали у вас такая вот как волшебная картина значит берете дэбэшечку форматирует то есть своп будет виден как дев мэпер фу своп дб будет видно как дев мэпер фу дб вы можете форматнуть этот этот раздел любой из них например выполнив команду мк фс экс 4 дев мэпер фу дб и у вас будет файловая система здесь ну допустим все хорошо теперь разместили тут bd подмонтировали ее в в дб и так далее и у вас все хорошо все работает закончилось место вот пока раз пришли к этому моменту вы забили все пространство и у вас тут места нет отцов совсем что в этой ситуации делать в этой ситуации есть два варианта либо вы удаляете что-то и у вас место появляется потом значит быстро 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 чистите базу чтобы она похудела и у вас место не кончилось в какой-то момент времени можно добиться ситуации когда удалять нечего и это очень не смешно либо вы берете еще один еще один том например пошли нашли в загажниках еще одно ssd допустим это будет ssd на сколько гигабайт кому какая цифра нравится до 100 мало и 128 вот нашли в загажниках ssd на 128 гигабайт которые в общем то все хорошо вы втыкаете ее в сервер она получает гордое имя sdm sdc ну будем считать что на ней только один раздел sdc 1 который занимает как раз несчастность 128 гигабайт теперь вы берете говорите создать физику волю и вот этот вот раздел помечается как физику волю с практической точки зрения пока ничего не поменялось потом вы берете говорите лвм у меня есть волюм групп где в мэпер фу добавь к этой волюм групп физику волюм с dc 1 и у вас внезапно получается волюм группа где в мэп фу в которой объем равен 928 гигабайт из них 800 гигабайт занято 128 гигабайт свободно но место у вас здесь по-прежнему нет далее поскольку места нет штат что-то делать лвм позволяет изменить размеры лоджика волюма берется гается лвм вот у меня есть лоджика волюм который гордо называется дебе давай мы к этому лоджику волюм добавим ну сколько гигабайт но это еще 100 100 гигов у нас получается волюм группа дев в мэпер фу которая содержит все 928 гигабайт всего из них 900 гигабайт забито 28 гигабайт свободно согласны постгресс по-прежнему говорит место нет почему размер тома логического увеличен размер файловой системы не менялся файловая система по-прежнему имеет размер 798 гигабайт вы берете выполняете команду x4 ресайз или x2 ресайз ресайз фэс она кажется называется вот ресайз фэс я могу ошибиться названием команды но до черта с ним если напомните вслаки я вам пришлю правильное название вот ресайз фэс x4 позволяет увеличивать размер файловой системы на лету без перезагрузки без ее от монтирования и без перевода в режим редонли и по мере перестраивается структура файловой системы xdfs и вот эта файловая система занимает уже весь логический том и у вас добавляется еще 100 гигабайт свободного места ну так для примера ставили потом можно положить туда что-нибудь полезное нет это в каком порядке будут писаться данные надо смотреть я не готов сказать но в целом лвм можно сказать на какую на каких физика волюмах мы будем создавать лоджика волюм если мне память не изменяет могу ошибаться но в целом это на откуп лвм подает это его забота более того если мы уменьшим размер базы данных мы потом можем провернуть весь этот фарш в обратную сторону уменьшить размер файловой системы к сожалению уменьшение размера файловой систем уже будет требовать ее от монтирования то есть на лету не получится без выключения уменьшить размер файловой системы уменьшить размер волюма и исключить физику волюм из волюм группы не обязательно когда вы скажете вы когда вы скажете а уменьшить размер молодежи к волюм никакой гарантии о том что часть этого лоджика волюма не лежит на ssd3 нету но в момент когда вы скажете я хочу чтобы этот физико волюм был отключен от волюм группы лвм начнет перенос данных которые относятся к активному лоджик уволим ну к имеющимся логическо логическим тома на оставшиеся диски естественно них должно быть соответствующая пространство иначе он скажешь нельзя нет места то есть он начнет переносить отключение в физико воли мат воли группы это очевидно дорогая операция которая будет занимать значительное время еще один из приятных моментов которые есть в лвм этот если у вас есть 28 гигабайт свободного места ну или вообще сколько то вы можете сказать что я хочу snapshot я хочу snapshot размером 28 гигабайт от вот этой от дебе что получится в такой ситуации у вас на момент создания snapshot а даже не так у вас здесь будет создан волюм групп в котором если его подмонтировать будет тоже та информация которая была в волюм группе дебе на момент создания snapshot при этом она будет доступна на чтение записи данные которые пишутся сюда данные можно писать и сюда и в дебе и в snapshot как оно работает как данные которые не менялись которые они будут общими сюда будет записываться только разница только изменения которые затронули эти данные если изменений будет больше чем 28 гигабайт чем размер snapshot snapshot превратится в тыкву но пока объем изменений меньше ими можно пользоваться то есть это получится мгновенный снимок это очень полезная особенность лвм который очень приятно пользоваться смысле хранятся изменения что поменялось с момента снятия snapshot смотрите у вас есть раздел размер разбить дело почти 800 гигабайт сделаем не так не нравится мне эти размеры мы его увеличим еще чуть-чуть вообще 800 гигов займет нет стоп 800 а ну да мы живо 3 сайдере все у нас теперь счастье было 928 чем 900 займет здесь у нас соответственно 26 осталось вот вы сделали делайте snapshot монтируете snapshot и видите что у вас здесь подмонтирована в дебе и ой в rdb у вас одни данные этот подмонтировали там словно в мнт мнт snapshot и вы видите там те данные которые были в дебе и на момент создания snapshot с ним snapshot создается почти мгновенно то есть и snapshot и дебе содержит себе там в 700 гигов данных словно говоря вы можете менять читать данные и тут и там и в дебе и в snapshot вот в это пространство маленькая будет записываться разница которая необходима для того чтобы сохранить информацию чтобы в каждом из них была информация доступна и и на чтении на запись понятно нет копий он в райт данные snapshot будут попадать только если кто-то поменял да на уровне диска снапшот это не каждое изменение состояния snapshot это слепок фотография да а получается где 20 гигабайт мы храним изменения того что произошло у нас за это время да а кто подтягивает что смотрите у вас есть система выбираете ведь я создаю snapshot создали snapshot и весь этот snapshot то есть логически вот этот вот snapshot на 26 гигабайт будет выглядеть как бочное устройство на 900 гигабайт вот этот на момент его создания вы можете подмонтировать и сделать с него backup по сети куда-нибудь он не меняется он статичен здесь у вас данные меняются а в snapshot они выглядят ну а snapshot от этого не не изменяется ну мгновенный снимок там записываются там записываются изменения данных это транзакции тут не такая не база данных это система которая работает с дисками другого другого масштаба мероприятия то есть 900 гигабайт данных здесь пишутся изменения да да если у тебя здесь если ты сюда записываешь данные вот физически ты записал сюда 5 мегабайт данных что происходит сюда записывается информация что в такой-то области раньше были такие то данные записали сюда записали новые данные если мы здесь поменяли то у нас будет информация хранится о том что в такой-то области теперь такие то данные то есть тут хранится разница те данные которые поменялись с момента создания снэпшота можно откатить снэпшот можно откатить можно его зафиксировать ну то есть ими можно жонглировать всячески ну и такая достаточно полезная абстракция очень важная очень полезная фишка сама по себе это возможность увеличить раздел без перезапуска то есть внутри он если мне память не изменяет режется блоками по 8 мегабайт и на диске может совершенно хаотично лежать то есть он как бы разбивает его блоками и так далее теперь важный вопрос а что будет если у нас один из этих ssd выйдет из строя магии не произойдет все развалится но есть нюансы если брать лвм то в лвм есть несколько вариантов того как раб как томат добавляются в волюм группу в частности можно указать что ну здесь в данном примере они добавляются именно для увеличения места можно сказать что они добавляются в режиме зеркало то есть тут можно играть либо с первым рейдом либо с нулевым рейдом все равно как бы еще и рейд и если добавить добавлять ссдшки не по одной штуке а по две со словами что я хочу зеркалирование между этим то можно добиться конструкции когда вынимание одного диска не будет приводить к фатальным последствиям а с чего и данные на остальных не теряются толку только от них мало ну расковырять можно но но с файловой системе будет очень плохо она как-то они обычно на это не очень рассчитаны да но это будет больно если мы хотим чтобы она переживала выход из строя какого-то носителя то нам нужно добавлять резервирование тут никакой магии лвм это поддерживает не понял то есть а зеркалирование она работу насколько зеркалирование она и уменьшает и увеличивает внезапно значит зеркалирование на запись работы становится больше потому что писать нужно в два места и в общем случае получается скорость самого медленного устройства для записи пишет параллельно и время записи это время записи самого медленного из этих двух устройств случае с чтением мы получаем наоборот ускорение потому что мы можем читать разные части с разных дисков то есть зеркало на чтение быстрее на запись это пенальти волшебный подраз с ним все хорошо мы хотим узнать а что с ним вообще чем он вообще занимается чем он занят процессор съеден память съедена что происходит вообще куда копать значит внезапно один из постгресс переименовывать свои процессы то есть когда вы запускаете сервер он запускает кучу процессов и каждый процесс у него меняет свое имя время от времени в имени своем он отражает то чем он занимается это дает весьма забавный момент можно выполнить команду ps которая есть на любой unique системе и там видно чем этот процесс занимается это достаточно простой способ выяснить что вообще происходит и это соответственно со стороны операционки и со стороны самого позиции есть куча разных таблиц которые можно по селектить и посмотреть на тему того что вообще происходит самое распространение ну самая наверное ходовая это pg stat activity она позволяет посмотреть что происходит в данный момент какие в данный момент выполняется запрос текущий момент вот прям сейчас если мы хотим узнать что у нас читается пишется чаще какие индексы насколько они используются насколько значит часто мы к таблицам обращаемся что мы используем последовательную или случайную запись то имеет смысл обратиться к pg stat all tables pg stat all indexes и pg stat io там можно посмотреть разную статистику ввода вывода и обращение к данным если мы хотим посмотреть блокировки то pg locks нам в помощь это в юшке из них можно селектить достаточно много столбиков я какого-то особого смысла приводить сейчас вывод этих табличек не вижу я думаю если понадобится вы загляните то есть как отправная точка этого должно хватить немножечко поговорим про безопасность тут будет две вещи это первая контроль доступа вторая немножко хулиганство со скроли инъекциями значит немножко про терминологию кто в курсе чем аутентификации так даже не так кто из вас не путает аутентификации авторизации в общем аутентификация это выяснение кто перед нами кто это авторизация это выяснение того что ему вообще разрешено делать то есть аутентификация это я иванов молодец авторизация я могу иванова можно дальше по списку контроль доступа это собственно действия которые система которая либо позволяет либо запрещает какие-то действия и привилегии разрешения собственно объекты доступа то есть вот эти вот информация о том что можно делать так ну поехали значит сам послез позволяет использовать несколько разных вариантов аутентификация то как будет происходить аутентификация задается через файл pghba.conf вот такой вот он веселый вид имеет примерно значит формат это тип записи тип доступа даже не так не тип доступа способ через который пользователь приходит субболе каким он образом дошел до него база который относится данная строка пользователь которому относится данная строка методы авторизации адрес маска и опция авторизации значит типы это локал это подключение к бд через unique socket то есть вот этот файл сокет берем подключаемся это локальное подключение хвост это просто хвост причем как в контексте сссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс Значит, строчки выглядят примерно следующим образом. Тип, база, есть волшебное имя, all, все базы. User, волшебное слово all, которое говорит все пользователи. Собачка, admins, это прочитать список пользователей, список ролей, которые указаны в файле, который имеет имя admins, имя файла. Плюс support, это все, кто входит в роль. То есть это группа пользователей, условно говоря. Ну, адреса можно задавать разным способом. А в каком направлении файл лежит? Да, это определенное место, которое жестко зависит от того, как установлен Postgres. По умолчанию оно лежит в ETC, Postgres, версия и дальше там. Где мы про admins? Про admins. Про admins? Ну, надо почитать документацию. Я верю, что, ну, скорее всего, он должен лежать рядом с PGHB. Так, адрес. Это адрес, с которого пришел пользователь. Причем, можно указать как IPv6, так и IPv4, как айпишник маска, так и, собственно, айпишник префикс. И можно указать доменное имя, суффикс. Естественно, чтобы работало доменное имя, должен работать реверс-днс. То есть, ну, метод авторизации. Про них поговорим чуть позже. И опции авторизации, единственная опция, которую я встречал, это опция MAP. Мы о ней поговорим тоже чуть-чуть позже. Опция MAP позволяет указать, через какое правило будет сопоставляться имя пользователя в системе, которая, собственно, проходит авторизацию, с именем пользователя в BD. Методов и аутентификации много. Здесь перечислена часть из них. То есть, их в реальности еще больше. Значит, самый простой метод авторизации – это Trust. Заходи, кто хочешь, бери, что хочешь. То есть, если посмотреть здесь, здесь написано Trust, то пользователь может сказать, я, допустим, пользователь Postgres, подключиться на Localhost, и здесь написано Trust. То есть, мы не будем проверять у него ни логин, ни пароль. Ты говоришь, что ты Postgres, мы тебе верим. Reject. То же самое, только наоборот. Что бы он ни говорил, как бы он ни представлялся, какой бы он пароль ни пытался ввести, мы ему никогда не доверяем. Пшел вон. То есть, это практическая польза этой серии. Мы не хотим, чтобы с такого-то диапазона IP-адресов к нам подключались. MD5 – паспорт. Авторизация по паролю. В случае с MD5 передается пароль, вшифрованная это MD5. В случае с паспортом передается пароль в открытом виде. Значит, в случае авторизации MD5 и паспорт, пароль проверяется непосредственно Postgres. Еще один вариант авторизации, который, собственно, идет именно от Postgres, это PIR. Очень интересный. Суть заключается в следующем. Когда у нас доступ идет через UnixSocket, то при подключении к сокету, к этому файловому сокету, мы знаем, от какого пользователя запущен процесс с той стороны. И в случае с UnixSocket, PIR позволяет воспользоваться этим тайным знанием и, грубо говоря, не вводить никаких реквизитов доступа. Просто если ты залогинился под этим пользователем, под пользователем Postgres, то ты можешь подключаться как пользователь Postgres. Но только через UnixSocket. Через TCPIP это не работает. GSS SSPI это возможность настроить SSO авторизацию. Настройка SSO авторизации это отдельный квест. Если кому хочется приключений, можете попробовать его пройти. LDAP RADIUS это авторизация производится на стороне либо LDAP сервера, либо RADIUS сервера. То есть Postgres может заниматься авторизацией как самостоятельно, это в случае с TrustMD5PIR, так и делегировать авторизацию на сторонний сервис, как, например, в случае с GSS и LDAP. Можете рассказать про SSO авторизацию? SSO авторизация это авторизация... SSO вообще как расшифровывается, знаете? Нет? Single sign-on. Один раз ввели пароль, и дальше вас везде с этими реквизитами доступ пускает. Работает оно примерно следующим образом. Когда человек авторизуется, либо человек, либо сервис, ему выдается токен. Он этот токен берет и при авторизации на другом сервисе уже авторизуется через этот токен. Токен проверяется на стороне. Уже проверяется, принадлежит ли токен этому пользователю, и на основании токена либо выдается право доступа, либо, значит, ему можно использовать ресурс, либо нельзя. Характерный пример SSO авторизации, который встречается чаще всего, это, например, если у вас домен Windows, Active Directory, вы можете подключаться к сетевым ресурсам, не вводя логин-пароль. Вот это вот пример авторизации SSO. То есть вы авторизовались в домене, ввели логин-пароль, получили вот этот вот токен, который внутри системы хранится, авторизуетесь на стороне сетевой шары. Что происходит? Локально формируется ключ, содержащий подпись на базе этого токена и данные текущего пользователя, он отправляется туда, там он верифицируется, и если можно, то можно, если нельзя, то нельзя. Но пароль вы уже не вводите. Достаточно хитрый механизм авторизации на ключах, но для пользователя это удобно. Проблема в том, что это требует дополнительных плясок именно на этапе настройки. Плюс основная проблема настройки SSO заключается в том, что оно либо работает, либо не работает. То есть либо вы все настроили правильно, и оно у вас работает, либо вы что-то настроили неправильно, и оно у вас не работает, поэтому вы не знаете, что вы настроили неправильно. Вот, то есть я как-то настраивал авторизацию в домене через керберос на базе на apache и это были незабываемые ощущения так ну обычно используют вот md5 и вот alldap всеми любимой еще траст пир очень удобно траст удобен когда у вас нету никакой информации о паролях в базе либо вы ее забыли то есть у вас есть база там есть пользователь ну пользователь postgres а пароль его вы не помните вы прописываете себя говорить доверять мне заходить ну ldap это когда нужно именно заходить от каких-то вот живых пользователей значит в зависимости от того что у вас произошло с авторизацией возможно разные ошибки то есть зависит на каком этапе она возникли проблемы первое это новый entry found for host это значит что вы подключились к postgres вы до него достучались он вас он у вас увидел но он не знает через каким способом вас вообще-то говоря аутентифицировать непонятно в принципе это что значит значит что в пгхба надо добавить соответствующую строчку найти и добавить паспорт аутентификацию фейлит это либо вы ввели неправильный логин пароль либо если использование идет через ссо это значит что ссо по какой-то причине вас отклонила скорее всего где-то конфигурации ссо проблема указанное имя пользователя базы данных не найдено user foo does not exist это значит что вы прошли авторизацию ваш ваши значит реквизиты доступа приняты но в бд нету соответствующей роли либо у этой роли нету права налогим систему то есть пользователь должен быть заведен как в системе который авторизует так и в самой субаде два раза и там и сям ну и самая самая финальная ошибка это указанная база данных не найдено это когда postgres вас узнал принял ваши реквизиты доступа и в принципе готов с вами работать но база данных которые вы ему указали она в общем-то недоступна по умолчанию пользователь пытается войти под подключиться к базе данных которые совпадать с его именем важный момент у нас есть пользователь выберется в системе которая делает авторизацию это там ldap что у нас еще может быть термирос радиус нужно подчеркнуть и пользователи в бд имена их могут не совпадать в случае если имена их не совпадают вступает в дело пользователь файл pg-indent в пг хба можно указать опцию авторизации мэп равно имя группы в примере была группа о микрон так вот если указан мэппинг то файлики pg-indent смотрится правило имя вот мэппинга где имя пользователя в системе мы пицца на имя пользователя в бд при этом если соответствующее правило не найдено то подключаться нельзя правило их можно использовать рига xp вот таким вот волшебным образом если с суша начинаются то это будет рига xp все любят рига xp ну ладно рига xp оставь в покое значит пользователи авторизовали теперь роли собственно что ему в бд можно делать в постгрессе используется модель роли роль может быть как пользователям так и группой пользователей группа от пользователя не отличается почти ничем пользователям считается группа но пользователям условно считается роль который разрешен логин если например посмотреть на этот слайд то здесь написано create roll bar это опции логин нету create ролл фу без логин то есть использовать роль фу сможет залогиниться это условно пользователь если пароль не задать пароль будет нал и с этим паролем авторизоваться не получится ну пароль можно задать явно если вместо пароля указать md5 сумму то будет использоваться пароль с этой md5 суммой подойдет любой пароль который выдаст эту md5 сумму в конечном итоге это что дает это дает возможность сделать backup сохранять и восстанавливать пользователи без собственно хранения пароля в открытом виде по умолчанию по по загруз пароль в открытом виде не хранит он хранит хэши так ну удаление роли понятно drop roll select roll name from pg rolls это получить список всех ролей там столбцов больше и веселее у ролей может быть куча параметров здесь некоторые из них первое супер юзер по умолчанию по загрузе присутствует роль по загруз которая является супер юзером все остальные роли можно 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 сделать можно сделать еще несколько ролей которые будут супер пользователями и все будет хорошо значит create db но у create db соответственно либо запрещено либо разрешено создавать базу данных по умолчанию пользователь не является супер юзером ему не разрешено создавать базы данных ему не разрешено создавать роли и он наследует все права то есть инхерит что такое наследование если пользователь входит в группу то он получает автоматом все права этой группы логин новый логин это возможность залогиниться по умолчанию роли не могут логиниться если роль создать устаревшим синтаксисом не креет ролл а креет юзер то она по умолчанию будет иметь возможность логиниться либо мы можем сказать create row with login репликейши но репликаешь шин это возможность использовать ролик для репликации отдельные права доступа connection лимит возможность указать что для данного пользователя весьма ограничено количество подключений можно отрубать на уровне сервера ограничить количество подключений на уровне сервера Можно ограничить количество подключений на уровне IP-адреса при помощи IP-tables, можно на уровне пользователя при помощи Postgres. Паспорт задать пароль, enroll, либо ingroup, ingroup это устаревший синтексис. Enroll, соответственно, это указать, что данная роль будет являться членом такой-то группы. Немножко про наследование. По умолчанию пользователь наследует все разрешения, которые указаны для группы, в которую он входит. Зачем создавать... Ну хорошо, мы создали группу, создали пользователя, который не наследует разрешение группы, в которую он входит. Зачем он вам может такой вот вообще понадобиться? Ну то есть это какая-то странная конструкция. Например, здесь у нас create role admin no inherit, create role will no inherit, grant admin to joe, grant will to admin. И joe наследует, значит, права от той группы, в которую он входит. Что у нас получится? Джо получит все права, которые... по умолчанию будет иметь все права, которые ему даны явно, и все права, которые даны группе admin. Возникает вопрос, а что делать с вот этой группой will? Зачем она вообще? То есть джо не получит этих прав по дефолту, по умолчанию. Тем не менее, у джо есть возможность сказать, что он является членом нескольких ролей, и он может действовать от имени такой-то роли. То есть он может сказать, я буду использовать роль will, и тогда у него будут явно права, которые имеют роль will, но не будет прав, которые даны непосредственно джо. И то же самое с setRowAdmin, и тогда он получит права, которые даны роли will, и даны, которые роли админ. Но не даны ему лично. Вернуться в исходное состояние, он может сказать, что я хочу быть собой, либо, в общем-то, я хочу быть по умолчанию. SetRowNo. ResetRow также вернет его к исходной ситуации. То есть вот эти три команды, они эквивалентны. Такая вот хитрая конструкция. Так. Можно. Что из них группа, а что из них пользователи? То есть если мы добавляем визу, они не пользуются? Если мы формально, разницы никакой нет. То есть мы можем сказать, что у нас есть джо, и у него будут члены группы джо. Хотя сам джо, в общем-то, пользователь. То есть у нас, например, сотрудники, мы хотим, чтобы они заходили в базу данных, под фамилиями. Похвально. То есть мы делаем, то есть одну роль, допустим, там, имплуи, и получается наследуем от всей фамилии. Да. Нет. В целом идея проста. Роль является группой, ну, условно считается группой, если она не может логиниться. Роль условно считается пользователем, если она может логиниться. Вот вся разница. Значит, общая политика доступа звучит следующим образом. Все, что явно не разрешено, запрещено. Можно раздавать разрешение. Select grant, ой, grant, права доступа, на какой ресурс и кому. Public – это все, кто авторизовался. То есть grant, select, он имя таблицы, to public. Grant, select, update, insert, он имя таблицы, to update. Можно выдавать. Можно выдавать вплоть до колонок. Синтексис. Grant достаточно обширный. Там порядка восьми, что ли, возможных вариантов, как его использовать. Grant на таблицу, grant на колонку, grant на секвенции, grant на базу и так далее. То есть там много разных комбинаций. Если захотите, ознакомитесь. Теперь перейдем к хулиганству. Значит, SQL-инъекция. Бойтесь их. Одна из проблем всяких странных решений, порожденных людьми, которые программируют на странных языках программирования, это SQL-инъекции. Значит, в чем суть? Значит, в большинстве случаев, как используется, как выполняется запрос. Если мы хотим выполнять запросы грамотно, мы делаем prepare statement. Ну, в терминах Java, но во всех остальных языках оно примерно одинаково. Делаем prepare statement. Далее. Задаем в качестве параметра, в местах, в которые мы подставляем параметры, задаем какие-то placeholder. Потом добавляем параметры, как эти атрибуты. И выполняем запрос. Некоторые люди ленятся и выполняют запрос путем конкатенации. То есть, берут и прям в строчку запроса подставляют какое-то значение. Так делать никогда нельзя. Причин тому две. Причина первая. Если вы подставляете константы непосредственно в тело запроса, то у вас кэш на prepare statement будет работать, не будет. Каждый раз эти запросы будут заново парситься, будут заново строиться планы и так далее. Если вы используете placeholder, то, соответственно, сервер запоминает план запроса и так далее. Потом его можно повторно использовать. Соответственно, вы теряете в производительности. И второе. Это влечет за собой волшебные скойли-инъекции. Как оно живет. Ну, допустим, у нас есть вот такой вот волшебный запрос. На сайте с лекцией есть докер-контейнер, который разворачивает в себе волшебный сервис, содержащий news.php. С ним можно поиграться, и, собственно, на нем и собраны вот эти волшебные примеры. Ну, поехали. Значит, мы подставляем идентификатор. Вот взяли его, получили здесь и так же подставили. Никогда так делать нельзя. Это касается любых выражений, которые выполняют какой-то код. Это будь то SQL-ный запрос, который, в общем-то, может быть достаточно обширной программой, так и любые запросы, которые делают, там, условно, Eval. Evaluate. То есть данные, которые приходят от пользователя, доверять им нельзя. Ну, что может быть плохого? Ну, максимум, мы вернем ошибку. Ну, допустим, здесь подставляем кавычечку, и вот, ай-яй-яй, беда, печаль. Запрос не прошел. В случае с плейсхолдером такого бы не произошло. У нас бы запрос отработал бы, ошибка была не в соответствии типов. Здесь видно, что запрос синтаксически неправильным стал. Ну, хорошо, у нас же здесь кавычки. Значит, у нас запрос должен, может заканчиваться только на кавычку. Мы можем модифицировать URL и добавить две черточки волшебные. Кто помнит, что делают две черточки в искусстве в запросе? Комментарий. И у нас кавычка, и после этого у нас кавычка не обязана быть последним символом. Ну, хорошо, поехали дальше. Ну, если такая инъекция попадается в авторизации, то мы можем посмотреть, сделать кучу всяких веселых веселостей. Например, select звездочка from user, влогин такой-то и пароль такой-то. Ну, задаем логин, админ, кавычка, пробел, две черточки. И выполняем запрос. И у нас магическим образом исчезает проверка пароля. Ну, хорошо. Допустим, мы не можем передать логин, мы можем передать только пароль. Передаем логин какой-то и говорим, пароль 123, кавычка, или логин равно, кавычка, админ, кавычка, пробел, две черточки. И выполняться этот запрос будет как вот такой. Либо логин, админ и пароль 123, ну или просто логин, админ. Надо отметить, что весьма прекрасный способ авторизации. То есть, как там, в терминах подсказа это будет trust. А дальше больше. Если мы хотим, ну, казалось бы, мы можем модифицировать текущий запрос. Но хуже того, имея такую лазейку, можно получить данные из соседних таблиц. Каким образом? Можно воспользоваться волшебным оператором union. Берем все тот же запрос. Один, кавычка, пробел union, пробел select null. И у нас этот union попробует выполниться. Но не сможет. Почему? Потому что у нас не совпадает количество полей. Ну ладно, хорошо. Мы можем добавить null, null. И бинго. Мы получили исходный результат. То есть, запрос выполнится точно так же, как и был. Из этого мы можем сделать вывод. Сколько у нас полей было в исходном запросе возвращалось? Два. Отлично. Допустим, в исходном запросе у нас возвращается не два поля, а семнадцать. Можно выполнить семнадцать запросов с union. Но есть способ проще. Мы можем воспользоваться читом. GrowBy и OrderBy могут принимать на вход количество полей. Ой, номер поля. То есть, если там число, то это будет номер поля. OrderBy4 – это будет сортировка по четвертому полю. Соответственно, убираем union. Делаем один кавычка. OrderBy4 – пробел две черточки. И если в данном запросе более четырех полей, ну, четыре поля или более, то он выполнится. Если менее четырех полей, он вернет ошибку. Методом деления на lpopam можно достаточно быстро обнаружить, сколько полей возвращает запрос. Ну, с GrowBy ситуация похожая. То есть, мы можем получить количество полей, которое возвращает исходный запрос. Зачем это нам нужно? Как зачем? Мы можем в эти поля после, значит, исходного union подставить значение, которое мы хотим. Ну, например, список таблиц в данной базе данных. То есть, ГРМ говорим, что вот у нас исходный запрос. Мы подставляем туда минус один, кавычка, пробел. union, пробел, select, пробел, table, подчеркивание, схема, запятая, table name, from, бла-бла-бла-бла. И надо не забыть комментарий. Что у нас получается на выходе? На выходе у нас получается полный список таблиц. Если немножко развить эту ситуацию, можно получить список колонок, можно выгрести нужные нам таблицы. То есть, все, к чему мы можем дотянуться, все данные, которые могут дотянуться, данные конкретные пользователи. Но можно сделать еще интереснее. Есть возможность вытянуть данные, которые... Если пользователь подключается от имени пользователя с достаточно хорошим набором прав, то мы можем получить данные с соседней базы. Каким образом? Данные лежат в файлах. И, воспользовавшись методом создания физического бэкапа, мы можем эти файлы перетаскать к себе. Как их перетаскать? Ну, говорим, что мы хотим прочитать pg-relation-file-path, табличку в базе pg-out-id-pg-katalog и вот прочитать бинарный файл вот с таким вот именем. К сожалению, или к счастью, наверное, все-таки к счастью, Postgres по умолчанию не дает читать за пределами каталога с базой данных. Ну, не с текущей базой данных, а вообще вот за пределами каталога с Postgres. То есть, файл ETC по СВД пресловутый, он не вытянет. Но, тем не менее, можно, значит, вытянуть кучу всякой полезной информации, лежащей из соседних баз. Ладно. Вывод списка файлов. А списка файлов именно в каталоге с базами данных? В директории пользователя. Нет, не в директории пользователя, из дефолтового table space. То есть, там потягать можно достаточно много всякой информации полезной и не очень. Ну, хорошо. Вы помните, что я говорил, что количество подключений к сети надо ограничивать. Этим тоже можно воспользоваться. Допустим, мы ограничили 100 запросами, дабы, значит, BD не легла по Out of Memory. Создать 100 запросов, которые будут выполняться очень долго, достаточно просто. Что произойдет в такой ситуации? Каждый запрос будет выполняться не меньше часа. Не то, чтобы он очень сильно будет жевать диск, вот, но пул подключений можно выкушать достаточно быстро. и мы получим совершенно дурацкую ситуацию, когда у нас вроде бы памяти много, процессор никто не кушает, никто подключиться не может, потому что BD чем-то занята. она спит. Не будить. В принципе, можно проявить фантазию и вместо слипа сделать какой-нибудь забудробительный джойн и просадить сервер еще и на CPU. Ну, значит, к счастью, к счастью, послать апдей внутрь селекта не удастся подставить insert, delete, truncate, create database, create index, если вы используете нормальный язык программировать. В случае, если вы используете PHP, можно сделать fatality. SQL, но ситуация следующая. Когда вы говорите сделать выражение, то предполагается, что там будет одно выражение. В случае с MySQL можно подправить несколько выражений, ой, не MySQL, в случае, с PHP можно отправить несколько выражений, разделенных через точку запятой. Вот, если вы это видите, то надо быть особенно аккуратным. Ну и, например, сделать вот такой волшебный супер запрос. Как вы думаете, что он выведет? Нет, все пароли он, слава богу, не выведет, но всех пользователей в системе он точно выведет. А, а? А какие права должны использовать? Чего? Не обязательно. Файлик на самом деле, на самом деле, да, мы можем выполнить любую вашу команду. И воспользоваться правами пользователя, от которого запущено СОБД. Какие выводы? Не используйте PHP. можно. Но это все. Если есть такая инъекция, то все. Сервер полностью скомпрометирован. И все, что может сделать пользователь, от имени которого запущен Postgres, доступно. Вообще все. Можно открыть сетевое подключение. Вот. Ну, то есть, там полный простор для творчества. Причем, я повторюсь, что исходный запрос, он, в общем-то, вот такой. Он весьма и весьма скромный. что хотелось бы подчеркнуть. Во-первых, используйте Prepaidment Statement. Во-вторых, никогда не используйте конкатенацию, подстановку данных, которые пришли от пользователя в запрос. Вообще никогда не доверяйте данным, которые прислал пользователь. Если у вас есть пользователь BD, с которым работает приложение, то у него должен быть минимальный набор прав доступа, необходимый и достаточный, чтобы работать с BD. То есть, если у вас приложение подразумевает только чтение, права только на чтение. Если у вас приложение подразумевает запись, права на чтение запись. Модификацию схемы лучше не делать. Супер-юзера не надо давать. Postgres в идеале запускать в отдельном пользователе, но его всегда запускать под отдельным пользователем. Если есть возможность настроить SE Linux, настроить SE Linux, чтобы он не мог шариться за пределами открытого ему пространства. В общем, и еще раз говорю, никогда вот так не делайте. То есть, это открытые ворота. я вполне допускаю, что есть всякие скрипты для скрипткиди, найдя такую уязвимость в полуавтоматическом режиме, расковыривают все остальное. Так, ну, какой? Он убирает все, что за. Все, что за запросом, все лишнее. Ну, тут же может быть что-то более сложное, ну, например, v id равно blah 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 order by там grow by любой модификатор и по умолчанию предполагается, что мы не знаем, что там. То есть, вот, весь вот этот вот, вся эта конструкция, она нам неизвестна. Поскольку мы ее не знаем, мы делаем вид, что, ну, ну, и нафиг. Да, чтобы она нам не мешалась. Вот такая вещь. Я думаю, всем понятно, почему искролинъекция это плохо и к чему это может привести. Я боюсь не того, кто это все написал. Так, ну, я все.